Можно ли по окружности расставить 20 красных фишек и несколько синих, чтобы выполнялись такие странные слои? Дальше... А можно, чтобы синие фишки равны с красными? Чтобы одна и та же фишка была и синие, и красная? Нет, нельзя. Прочередовать. Пожалуйста, чтобы это не сказал. Просто чередуем и всё. Вот нарисую картину. Ложить несколько дробей, нам надо их все привести к одинаковым знаменателям. Сложить чисел. Это понятно? Ну, вот все знают, что, да? Итак, когда у нас вдруг получатся итоги, когда мы всё привели к одинаковым знаменателям, сложили чисел. Здесь произведение всех чисел от А до Т. Ну, во всяком случае, так можно. Значит, произведение всех восьми вот этих знаменателей, безусловно, делится на любой из них. И поэтому может выступать в качестве, может быть, какое-нибудь и другое число годится, но уже точно годится. Пишите А, Б, С, Д, Х, З, Д. Такой знаменатель, безусловно, годится. Это произведение имеет только нечётное число, поэтому оно нечётное. Отлично, это правильно. Знаменатель – нечётное число. Итак, что будет на этом месте? Где дробь А? В, С, Д, Х, У, З, Д. Да, здесь будет В, С, Д, Х, У, З. Тоже нечётное число. Т. Тоже нечётное число. Да. Также из В здесь будет А, С, Д, Х, У, З, Т. Что тоже, опять, нечётное число. Понятно. Господа, и вот таких слагаемых будет восемь штук. Да, таких слагаемых будет восемь штук. А если у вас восемь нечётных чисел? Сумма восьми нечётных чисел. Чётных. Спасибо. Чётных. Когда вы чётное число делите на нечётное, у вас не может получить зелень.